То есть вопрос такой возникает, что мне детей рожат, когда мне сто лет, а Саре, когда я девяносто. Поэтому это звучит, что Ишмаил может жить перед Богом. И он молится Богу. И говорит, что Ишмаил может жить перед Богом. И может, если бы он знал те проблемы, которые возникли позже. Он бы не так сильно молился. Если бы он знал, что еще один потомок Ишмаила появится. И изменит всю историю. История бы изменилась. Если бы Ишмаила пытались или приносили в жертву на горе Мария. Возможно, бы он молился по-другому. И Бог говорит, что насчет Ишмаила, то я тебя услышал. Я его благословлю. И он также будет плодовит. Но мой завет с Исааком. Я позабочусь об Исмаиле. Но Исаак является семенем обетования. Поэтому Авраам взял Измаила, и всех, кого он купил за серебро, и приобрел, всех людей, он взял и обрезал их. Когда он это сделал? Он говорит, что в тот же день. Непромедлительное, незамедлительное послушание. Знаете ли, какова должна быть наша цель, как верующих? Непромедлительное послушание увещеванием Духа Святого. Легко сказать. И не так легко делать. И не так легко делать. Ибрахам был 99 лет, когда он был обрезан. И не так легко быть обрезан в взрослом возрасте. И что знают многое общество евреев в бывшем Советском Союзе. Как 8-летний, нет проблем. 8-летний. Как в 8-дневном возрасте нет проблем. Когда были обрезаны сыновья моей дочери. Моя дочь говорит, ой, ему будет больно. И, конечно, немного больно. Но он плачет где-то 3 секунды. И все. А какова задача дедушки? Я должен держать ребенка. И я имею в виду, что это пасифирка? Это пасифирка, это пасифирка для ребенка. А, соска. Я макаю это вино. Затем я даю ребенку. О, вкусно. Хорошо на вкус. И это помогает немножко успокоить его на пару минут. И подумайте об этом пару минут. Это то время, когда еврейский ребенок впервые пробует вино. И твоя ассоциация с вином, это такая, что это забирает боль. И удивительно, что за тысячи лет было так мало еврейских алкоголиков. Хорошо. Следующая глава. Затем Господь снова явился Аврааму. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. И говорится, он увидел и побежал, чтобы встретить их. И вы знаете, послание к евреям в Новом Завете. И там говорится, помните, чтобы вам быть гостеприимными. Приглашать гостей в свой дом. Потому что некоторые принимали ангелов, даже этого не зная. И это история, на которую ссылается Новый Завет. Поэтому он побежал, чтобы встретить их. И говорит, Владыка, не проходи мимо. Я позабочусь о тебе, я накормлю тебя, ты отдохнешь у меня немного. И они говорят, хорошо. И затем Авраам поспешил к шатру. Говорит царе, а ну быстро приготовь еду. И там написано, он побежал, чтобы их встретить. Он поспешил к шатру. И говорит царе, а ну поспеши быстренько. И это было в жару дневную. И этот зной в пустыне. Никто бы не хотел бежать быстро. Но как сказано, что Господь явился ему. И возможно то, что Авраам сказал царе, звучало таким образом. Бог здесь. А ну быстро что-то приготовь. Это не такой среднестатистический гость, который идет по улице. Он приготовил еду, дал им, накормил их. Взял масло, молока и теленка и поставил перед ними. Возникает у нас одна проблема здесь. Кто из вас видит эту проблему? А, молоко и мясо вместе. Молоко и мясо вместе. Что делает Авраам? Что делает Бог? Потому что, как вы знаете, позже раввины развили традицию того, чтобы не есть вместе молоко и мясо. Подождать полчаса после принятия молочных продуктов. И между часом и шестью часами. После принятия мяса, и если вы хотите, пить молоко. И время после принятия мяса зависит от страны и от того, какое решение принял главный раввин страны. Что ортодоксальные евреи делают с этим стихом? Посмотрите, здесь есть упоминание, что сначала нужно съесть молоко и масло. Поэтому он сначала отдал эту еду. Они кушали это. Тридцать минут позже они начали кушать мясо. Я думаю, это возможно. Но я думаю, что не в этом главная суть этого стиха. Вы знаете, разница между эксегесисом и эйсегесисом? Эксегесис – это приставка «экс» означает, что взять изнутри и вытащить наружу. Это «знадая». Айса значит взять такое значение, взлечь такой смысл, которого на самом деле нет в тексте. Любой текст в Библии, любой отрывок в Библии. Я могу взять этот отрывок и применить возможные такие, вероятные способы применения этого отрывка. Но не обязательно это должно значить, что это закон такой, это так абсолютно происходит. И это не означает, что это абсолютно верное толкование. Существует такая вещь, как обычная речь, обычный язык. И обычный язык в этом отрывке говорит. Он взял эту еду и поставил на стол. И поэтому Бог обращается к Авраму. И говорит, что через год в это время у Сары родится сын. А Сара находится за шатром и слушает все это. И говорит, что теперь она смеется. Она говорит сама себе, я такая старая, как же я ребенка рожу. Это очень смешная идея. И Господь спрашивает его, чего это Сара смеется? Он ее не видит. Она смеется внутри себя. Но Бог знает, что она смеется. И вот она за пределами шатра, или где-то с другой стороны, или с другой стороны. А? Люди, которые находятся внутри шатра, не видят ее. Но Бог говорит, я знаю, что она смеется. Она стоит за пределами шатра, и говорит, нет, я не смеялась. Видите, что они же не все там собрались вместе. Она за стеной, где-то. Например, в той комнате, в другой комнате, за пределами шатра. И приставила стакан к стене и слушает. И ее нельзя, невозможно увидеть. Физически, их невозможно увидеть и невозможно слышать. И вот эти люди стоят здесь и спрашивают, чего они там смеются. А потом тот человек за стеной начинает кричать, я не смеюсь. Это очень смешная сцена. По-любому, Бог сказал, ты смеялась. Ну ладно, смеялась. Ты меня поймал на слове. И те мужи поднялись, чтобы идти дальше. И Господь говорит, скрыть мне ли то, что я хочу сделать? Скрыть мне ли от Авраама то, что я хочу сделать? Потому что я узнал, что его семья праведная. Или же я призвал Авраама. Он мой партнер в этом завете на земле. Я не могу от него скрыть то, что я спланирую. Я думаю, что это Амас. Я открываю то, что планирую делать своим слугам-пророкам. Знаете этот стих? В другом смысле, Бог имеет свой народ Завета, с которым Он общается. И Он рассказывает им, что произойдет. Иногда это для того, чтобы мы что-то сделали. А в другие времена, для того, чтобы мы просто молились. Моей жене снились сны о ее отце. И о моем приемном отце. Сон был о том, что они умирают в автомобильной катастрофе. И мы собрались всей группой вместе, и мы молились. Ее отец не умер, но у него была проблема с сердцем, и ему пришлось съехать с дороги. Когда Он вел машину, Он потерял сознание. Съехал с дороги. Вот. Он не врезался ни в дерево, ни в мост. И оказался на середине поля. Когда Он очнулся, Позже Он сказал нам, Бог был в машине, и Он свел, и в машину вел, и направил ее в середину поля. Позже был такой сон о том, что моего приемного отца ударила пожарная машина. И снова мы молились. И на следующий день Та машина, которую вел начальник пожарной охраны, ударила его. Но как бы такой небольшой, небольшой вмятина только была. И отбросила машину на траву. И все, что было, то все, что произошло, то у него просто палец онемел. Я сказала своей матери, что произошло. И она говорит, ты что, шутишь? Это свидетельство. И Бог часто обращается к нам, очень многими способами. Наша задача в том, чтобы научиться распознавать голос. Но иногда какие-то большие политические события. Бога, возможно, есть пророки в вашей стране. К которому он обращается. И верующие, как одно тело, должны научиться, каким образом уважать этот дар, учиться от этого. По-любому. Бог говорит Аврааму, я иду в Содом. Посмотрю, нужно ли разрушить его или не нужно. И что же там говорится. И затем мужи обратились, чтобы идти в Содом. Но Авраам же стоял перед лицом Господа. В начале главы говорится, что Господь явился Аврааму. Он поднял свой взор и увидел трех мужей. Так? А теперь эти мужи ушли. Но Господь остался. Что мы читаем в следующей главе? Два ангела пришли в Содом. И что же мы можем узнать из этого? Похоже на то, что Бог пришел с парочкой ангелов. И он отослал ангелов туда, в Содом. И остался для того, чтобы общаться с некоторым Реймом, с Авраамом. И теперь, когда Авраам слышит, что, возможно, Содом будет разрушен, Он говорит, подожди секундочку, там мой племянник, его вся семья. Он говорит, подожди, только секундочку. Ты что, уничтожишь праведников вместе с нечестивыми? Ну, это же нечестно, это несправедливо. Давай вот прикинем, если там пятьдесят праведников. Ты же их не уничтожить всех. И затем, очень важное утверждение, он говорит. Разве Судья Земли не будет поступать неверно, неправильно? Что это может сказать о вере Авраамос? Судья всей Земли поступит ли неправосудно? Во-первых, Он понимает, что Его Бог, Он не местного значения, не местного масштаба. Он не такой Бог, который, ну, немножечко получше, чем остальные боги. Он не такой Бог, который может дать больше имущества, больше имения, поэтому буду лучше его слушаться. Он видит, он понимает, что это Бог-судья всей земли, всего мира. Потом он говорит, неужели судья всей земли поступит неправильно, неправосудно? У него есть понимание, что Бог-это абсолютно морально и этичный Бог. Он понимает, что Бог-это абсолютно морально, это абсолютно этичный Бог. И что Он только поступает правильно. Что Его стандарты и Его действия только правильны, только правосудны. Это очень глубочайшее понимание. И когда мы молимся, когда мы ходатайствуем за других, одно из самых важных фактов, что мы можем запомнить и говорить Богу в нашей молитве, неужели праведный характер Бога? И мы обращаемся к Богу на основании того, кем Он является. Его праведный характер. Его праведные планы. Его воля, а не наша. Поэтому Господь говорит, «Хорошо, если 50 будет там человек праведников, пощажу их». И вот, Авраам получает ответ на молитву. Бог говорит, «Хорошо, сделаю по-твоему». А каков следующий шаг Авраама? А Авраам не просит больше имущества. Это не похоже на то, что Бог говорит ему, «Я тебя сделаю миллионером». А Авраам говорит, «А неужели ты не сделаешь меня мультимиллионером?» Ты понимаешь? Это вовлекает в себя души других людей. Он говорит, «Я знаю, что я просто прах и пепел». А что, если там только 45 праведников? «Неужели из-за того, что там на 5 человек меньше, ты разрушишь весь город?» И он так идет дальше. 50, 45, 40, 30, 20, 10. И затем Господь пошел своим путем. Интересно рассуждать о том, что могло быть в то время. А что, если бы Авраам сказал 8, или 7, или 5? Почему он остановился в то время? Ну, вероятно, Авраам больше понимал, что было правильно в том случае. Возможно, тот язык, те фразы, которые используются в 33-м стихе, помогут нам понять. Потому что самая первая часть предложения говорит. Пошел Господь. Перестал говорить с Авраамом. Иногда порядок слов-предложений делается таким образом, чтобы придать особое ударение, особый акцент. И, возможно, сказано было таким образом. Поэтому Авраам завершил свой разговор. И Господь пошел своим путем. Но, возможно, язык дает нам некоторое указание. Что Господь позволил, дал ему знать, дал Аврааму понять. Все хорошо. Это понятно? Господь ушел, когда закончил свой разговор с Авраамом. Поэтому, возможно, Бог даст нам знать, когда разговор закончен. Как Павел говорит, «Три раза молился, чтобы Господь забрал эту вещь от меня». Бог говорит, «Достаточно тебе». Моя благодать будет с тобой, даже с этим жалом в плоти. Что-то подобное, может быть, здесь происходит. И девятнадцатая глава. Ангелы приходят в Содом. А Лот сидит у ворот. А если бы вы сидели у ворот, это означает, что у вас есть определенная власть и определенное влияние. И я думаю, что какое-то влияние все-таки на него было оказано, на Лота. Но он не стал таким, как остальные. Но, возможно, он каким-то образом уже приспособился, привык к тем людям. Но, как в одном из этих говорится, что душа его томилась, что это его беспокоило. Но это беспокоило его не так сильно, чтобы заставить его уйти оттуда. Ну, не хотелось ему уходить в деревню, жить в шатрах. И поэтому он приглашает их, этих ангелов, приходите в мой дом. Он говорит, да нет, останемся здесь, на улице, расположимся, лагерем. Он говорит, вы не знаете, что вы ввязываетесь, лучше придите в мой дом. Он знал, какие люди были. И прежде чем они еще уснули, Мужчины в городе, люди в городе, молодые и старые, окружили дом. И говорили, выведи их. Мы хотим иметь секс с ними. Это было похоже на банду гомосексуалистов. И что сказали мужчины в городе? О, свежее мясо. Они устали друг от друга. Вот что происходило. Я не делаю никаких преувеличений. Правила гостеприимства в древнем мире были намного сильнее, намного мощнее, чем в наше время. Кто-то приходит к вам в дом или же в ваш шатер, если вы живете в пустыне. То на вас возлагается ответственность защитить их, пока они находятся под крышей вашего дома. Возможно, потом, когда они уйдут из вашего дома, где-то там снаружи вы их можете атаковать. Но пока они в вашем доме, вы их защищаете. И Лот идет к тем садамлянам и говорит, вот у меня две дочери, берите их. Что же говорят ему? Что ему отвечают? Нам не нужны женщины. Послушай, послушайте, послушайте его только. Кто ты вообще такой, чтобы говорить нам, что правильно, что неправильно? Ты не один из нас. Ты вообще тут поселился пару лет назад. Это уже было долгое время. Пятнадцать лет или больше. Уже достаточно долгое время. И все равно они говорят, ты все равно, ты не один из нас. Ты не наш судья. Они почти уже готовы были взломать двери, но эти мужи сказали Лоту зайти в дом. И поразили тех людей слепотой. И теперь тело уже в большой проблеме. Вот молитва. Хорошая молитва. И со всей серьезностью существуют истории с верующими, которые молились таким образом. И люди просто, как бы, не могли увидеть, что они... Ну, чтобы стрелять кого-то слепотой. Или не позволили им видеть нас. А. Были верующие, которые молились такой молитвой, чтобы Бог поразил кого-то слепотой. Не позволили им увидеть меня, не позволили ему увидеть, что у меня есть. Например, Библиотеки. Они использовали Библиотеки в Северную Союзу. Например, например, контрабандисты Библии, которые перевозили Библии в бывший Советский Союз. Иногда они молились, не позволили им увидеть то, что у меня есть. И чудом они пересекали границу. Поэтому, если Бог хочет, и существует нужда, необходимость в этом в его царстве, он может сделать это и сегодня. И мужчины говорят Лоту, кто еще здесь у тебя есть, в этом городе? У него были еще пара дочерей с их семьями. И поэтому Лот идет говорить с ними. Говорит им, что Бог планирует разрушить город. «Ты что, с ума сошел?» «Крыша поехала, иди отсюда!» Обращаясь с ним, как с сумасшедшим. На следующее утро они зовут его. «Давай, забирай свою жену, своих дочерей, идем!» И там сказано, он промедлил. Это мир, который он знал. Это то место, где он чувствовал себя комфортно. И посмотрите на контраст между Лотом и Авраамом. Бог говорит Аврааму уйти из комфорта в неизвестность. И Авраам идет. И то событие происходило без угрозы того, чтобы разрушить город. А в этом случае город будет разрушен. И вот думают, ну здесь так комфортно я себя чувствую. Как там будет, куда я уйду? Бога была большая милость к нему, поэтому его схватили, вытащили оттуда. Убегай отсюда, не будь вообще тут в этой окрестности. Они идут на горы, на холмы вверх. Что происходит? Жена Лота оглядывается. Превращается в соляной столб. Что же это символизирует? Мы можем жить жизнью с сожалением о том, что Господь забрал у нас, что могло бы быть, что же мы отдали ради Господа, и мы хотели бы, чтобы это у нас было. И если бы мы жили так, то наша жизнь становилась бы, стала бы полностью бесплодной. Вот почему такой огромный акцент вы видите в Новом Завете. того, чтобы смотреть вперед. Ишуа говорит, если ты поставил руки на плуг, глядываешься назад, то для Царства Божьего ты не подходишь. И Павел говорит, забывай то, что было в прошлом. Я продвигаюсь вперед ради награды Божьей. Таким образом мы должны жить. Хорошо. Затем он идет и находит этот небольшой городок. Это город Зоар. Зоар. В город Сигор. 22 стих. И сказано, что Бог послал огонь и град с неба. И знаете ли, что за последние пару лет уровень Мертвого моря уменьшился. И в южной части моря были найдены остатки руины Древнего города. И некоторые верят, что это остатки Содома и Гоморры. И что соответствует географическому описанию в Библии. Встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял перед лицем Господа. И что он видит? Только признаки разрушения. дым, который курился там. Возможно, он сразу не узнал о том, что Лот спасся. Но я уверен, что позже он узнал. И Лот испугался жить в Сигоре. Почему? Возможно, они не были такие плохие, как Содомляне. Может быть, и были такими же. Может быть, Лот про себя подумал, а кто знает, может Бог и этот город будет разрушать. Или может быть, он бояться, если он сказал, что должен слушать все, что Господь сказал прямо или же возможно он думал про себя. Надо было сразу Бога послушаться то, что он говорил, а не останавливаться здесь. Он пошел на горы далеко от людей. И у него были дочери. И возможно, они уже были в возрасте замужества. Никто не жил на тех горах. И они говорят, мы хотим детей. В принципе, говорят, у нашего отца не будет семени, дальнейшего семени на земле. И поэтому эти девочки придумали хороший план. Я не знаю, сколько лет им было. они знали, что нужно сделать. Сегодня мы напоим нашего папочку. Я сначала пойду и буду иметь секс за беременею. Завтра вечером твоя очередь. И там сказано, что Лот даже не знал об этом. исповедание. Прежде чем я стал верующим, однажды я напился. Мне даже наркотики нравились. Но я никогда не помню быть настолько за пределами себя, чтобы не помнить, что у меня был пьяный как мертвец, камень. Он so there those boys became name were named Moab and Ben-Ami. And the Moabites and the Ammonites come from them. First названные мальчики Moab'am и Ammon'am. Ami. Ben-Ami. Now this is a middle-eastern way. И это ближневосточный способ. I mean, if you want to give the biggest insult, you can to somebody. Если вы хотите очень-очень сильно кого-то обидеть. Say, ah, you have an illegitimate birth. А, ты незаконорожденный. So this is the way that worked. Вот каким образом это работало в то время. Если работало, работало в то время. Продолжение следует...